Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте появились новенькие участники. К Анне Копчиковой пришел военный танкист Богдан, ему 21 год, его цель найти жену на проекте. Артем Волков пришел к Маше Кахно. Ему 28 лет, он занимается танцами, работает менеджером в ресторане. Ему очень не нравится поведение Никиты Кузнецова в отношении Маши. Маша написала в своем микроблоге, что она наконец-то выступила со скрипкой после недавней пластической операции. Девушка просто счастлива от этого. Алексей Купин продолжает уговаривать Майю Донцову устроить на Сейшелок свадьбу. Он считает, что это очень романтично. Но Майя не хочет замуж, для нее свадьба не главное. В сети ходили слухи о возвращении на проект Ильи Яббарова, но сотрудница Дома-2 опровергла эту новость. Бывший участник официально трудоустроен на должности водителя на Доме-2 и вполне справляется со своими обязанностями. Правда, иногда он опаздывает, но всегда извиняется. Теперь ходят слухи о возвращении на Дом-2 Алиса Огородова и Олега Бурханова. Ребята снова воссоединились и, судя по постам в их микроблоге, хотят вернуться. В недавнем эфире показали, как нескромно вела себя Лиза Триандафелиди на очередной сейшельской вечеринке. Там с размахом отмечали день рождения Виталия Малышева и не обошлось без жарких танцев и спиртного. Звездой вечера оказалась Лиза. Она разделась и станцевала специально для Малышева. Девушка Малышева Юлиана Богомолова, которая осталась на поляне, начинает потихоньку остывать к нему. Это замечают все участники. Ольга Бузова шокировала всех своим шикарным появлением на премии Муз-ТВ 2017. Она появилась на ковровой дорожке в огромной ракушке, которую вынесли четыре молодых человека. И наряд Бузовой восхитил своей смелостью. Но получить заветную награду Бузовой так и не удалось. Она в слезах покинула мероприятие. «Простите, не смогла сдержать своих эмоций», – пишет Бузова. «Но я верю, что главные победы у меня еще впереди». Бывшая участница проекта Алена Юдина, которая когда-то строила отношения с Денисом Козловичем, стала мамой. Она родила дочь. Поздравляем девушку. Годовщину свадьбы отметили и Игорь, и Элла Трегубенко. 10 июня Ксения Бородина отметила день рождения старшей дочери Маруси. Ей исполнилось 8 лет. И в этот же день Бородина устроила невероятный сюрприз своим поклонникам. Она показала лицо младшей дочери Тионы крупным планом. «Тиона тоже присоединяется к поздравлениям своей любимой сестренки», – подписала эти снимки Бородина. Журнал «Дом-2» рассказал о намерении Жени Феофилактовой сменить фамилию сыну. Велика вероятность, что Антон не разрешит это сделать, но Даниэль Феофилактов это, по мнению Жени, звучит гораздо лучше. Бывшая участница «Дома-2» Настя Волынец сделала пластическую операцию – подтяжку и увеличение груди. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.